Да, как Женя сказал, меня зовут Толик, я внешне из Питера, вот тут вроде написано, что я из Сиклума, работаю в iOS-команде отдела, которая называется Solutions Team, и, собственно, Паша сделал часть работы за меня, он уже попросил людей поподнимать руки, но я только боковым зрением увидел некоторую часть людей, был немного в шоке. Сколько из вас, еще раз, пожалуйста, мобильных разработчиков здесь? О, боже мой. Просто из докладов, которые были к тому времени, мобильный был только один, я думаю, да, что можно не готовиться, там одни геймеры будут. Но здесь все пошло не так, но, собственно говоря, доклад на самом деле к свифту имеет не особо много отношения, будет какой-то непонятный код, его можно не смотреть, а вот идеи, которые я буду рассказывать, в принципе, желательно послушать. Они многим из вас знакомы, многие из вас учили это в университетах, кстати, есть здесь люди, которые заканчивали чисто математические специальности, не приматы. О, слава богу, бить меня будут всего двое. А в остальном, в принципе, доклад достаточно общий. И хотелось бы сразу сказать, чем этот доклад не является. Это не тот доклад, которым я вас буду учить рисовать сову, это не тот доклад, который я буду рассказывать. Единственное, разово правильный способ разрабатывать софт. Точно так же я здесь не расскажу, как мы при помощи функционального программирования взяли и улучшили жизнь абсолютно всем. Собственно, расскажу я немного абстрактные вещи из разряда, что такое функциональный стиль, почему он важен, чем он интересен и что мы из него можем взять. То же самое будет про функциональные концепты. Дальше на примере такой интересной и всеми любимой подаёс. Сколько человек у нас здесь? До вас тоже много. Такой известный тип в свифте, как optional. Он же известен в других языках, как может быть maybe. И немного расскажу, как, поиспользуя всё, что мы свыше немного описали, можно сделать очень полезную, удобную, функциональную и DSL и использовать её в своих проектах. Хотелось бы начать вот с вот такой красивой картинки, которую я нашёл на сайте MIT. Собственно говоря, в основе всего программирования, теории вычислений, как она работает на компьютерах, лежит такая математическая теория, как лямдоисчисление. Вот, как вы видите, основана она была в 1936 году, ещё до тех пор, когда появились айфоны, и получилась такая вещь, как софтворе вообще. То есть это на самом деле чисто математическая теория. И огромный вклад в неё совершил наш соотечественник Моисей Шейнфинкель. Он родился в Екатеринаславе. Таким неудивительно, почему его так зовут. Он был математиком и, к сожалению, закончил свою жизнь в психиатрической клинике, но сделал огромный вклад в лямдоисчисление, о котором чуть дальше его применение в реальной жизни вы увидите. А сегодня вы увидите. Что такое функциональный стиль и в чём его основной посыл? В том, что вычисление любые является последовательностью вычисления элементарных математических функций. Звучит сложно, но математическая функция – это то, что мы на уроках математики в своё время делали, находили всякие производные и прочие страшные вещи делали. Очень важным для функционального программирования является то, что отсутствует изменение состояния во время выполнения приложения. Но это не совсем так, и не приложение, а программы. И чуть дальше будет понятно, как это работает. И, собственно говоря, отсутствие изменяемости типов гарантирует то, что у нас вычисление не нарушится, если мы будем передавать ему одни и те же данные. Собственно говоря, этих концептов огромное количество, и я думаю, что рассказывать про каждый из них – это можно отдельный топик устраивать. В основе концепта функционального программирования лежат чисто математические вещи. Это такое понятие, как объекты, я не знаю, как по-русски будет, и украинское, и також. Да, это, собственно, объекты первого порядка и функции высшего порядка. Звучит очень страшно, но дальше на примере я покажу, что это такое. Чистые функции, я думаю, каждый из вас слышал, что это. Но на самом деле, мне кажется, что в концепте этого доклада вот именно чистым функциям будет посвящено очень многое, и вы увидите, что именно из этого концепта, а не из каких-то чисто технических вещей, вытекают все особенности функционального программирования. Здесь же, естественно, рекурсия. Но рекурсия – это способ организовывать циклические вычисления, или самоповторяющиеся вычисления. То есть это, на самом деле, вещь, которая поддерживается технически в абсолютно любом языке. То есть здесь ни Swift, ни Java, никакой из них не уникален. И очень чертовски важным для каждого языка является система типов этого языка. И именно она технически реализовывает и математически обосновывает то, что мы можем писать и как мы это пишем. Опять-таки, этих концептов очень много. И рассказать о каждом из них будет достаточно большим объемом времени, поэтому я сконцентрируюсь вот на этих четырех. Вкратце я покажу, как они реализованы в Swift. Опять-таки, все, что я только что сказал, это абстракции математические. Что значит математические абстракции? Вообще, у меня немного горит на тему математики, как у человека, который имеет непосредственное отношение. Я физик по образованию. И почему математика важна? На самом деле, вы могли часто обращать внимание, когда в школе учили физику, кто-то в университете, что почему на физике, науке про природу мы используем какие-то математические формы. Что это за глядь такое? На самом деле, математика является универсальным языком и способом размышления, способом встроить какие-то доказательства, способом объяснять что-либо. И в школе, к сожалению, в наших, это еще остатки советской наследия, принята так называемая Вавилонская школа математики, основана на том, что мы очень много раз повторяем от ней те же примеры, монотонно решаем всякие скучные задачи и уравнения. И при этом большинству из нас непонятно, зачем мы это вообще делаем. И вот в этом, к сожалению, большая беда, что неумение пользоваться математикой для нас, как для программистов, является фатальным, потому что, как я уже сказал, в основе всего программирования лежит, собственно, математика. И вот первая штука, с которой мы столкнемся, это функции высшего порядка. Что значит функции высшего порядка? На самом деле все очень просто. Это функции, которые могут принимать в качестве аргументов другие функции. Вот, например, тип такой, как array, он же массив, он же в других языках может быть известен как list, имеет до седа такую функцию, как map. И вот вы можете обратить внимание, что это, прежде всего, generic функция, но это не особо интересно, а вот аргумент, который эта функция принимает. И это сигнатура свифта, если что, функция, которая принимает тип значения элемент и возвращает тип значения его t. Такое же самое можно привести пример для фильтра. Как видите, эта штука тоже принимает функцию. Но это еще не все. Функции высшего порядка могут возвращать функции, как результат своего выполнения. И вот, например, мы можем создать какую-нибудь вспомогательную функцию, которая будет использовать фильтр какой-то, неважно для чего, и возвращать интересующую нас функцию, которую мы можем передать дальше в вычислении. Собственно, это является очень крутой технической штукой, которая в дальнейшем поможет нам усахарить нашу жизнь. И, соответственно, свифт, ну, иконочку не добавил, но дальше речь будет идти исключительно о свифте. Свифт, слава богу, поддерживает функции высшего порядка, то есть нам уже будет очень удобно делать много вещей. Objective-C, если кто помнит такой прекрасный язык, тоже умеет это делать, но там это очень плохо в виде того, что там нет вообще объектов, то, что называется First Class Citizens. К сожалению, оно все как-то завернуто в кучу ваперов, но, грубо говоря, блоки, которые у нас там были, это являются функциями высшего порядка. Но если вы помните блоки, вы знаете, как это больно. Чистые функции. Мое любимое. Чистые функции нет так называемых, как это по-русски будет? Обачных действий. Спасибо. Вот их нет. И самое главное, что результат выполнения функции зависит исключительно от аргументов, которые мы мне передали. И очень клевая штука, которую умные люди называют referential transparency, она уже как-то ссылочная прозрачность, не суть, как она страшно называется. Главное, что если мы в одну и ту же функцию, при одних и тех же условиях передадим одни и те же аргументы, то на выходе мы получим абсолютно одно и то же. Вот простой пример. Функция, которая является чистой. То есть, эта функция что делает? Она берет входящую строку, может это быть содержимое файла, и разбивает его на строки, которые в этом файле содержатся. При этом неважно, оно не зависит ни от какого внешнего состояния, только аргумент, который мы передали. Соответственно, если я сюда передам 10, 200, 30 тысяч миллионов раз один и тот же input, у меня всегда на выходе будет одно и то же. Но вот следующая функция, вот такая интересная, которая у нас делает какую-то загрузку, только в том случае, если мы уже сейчас ничего не грузим. То вот эта функция не является чистой, потому что у нее есть зависимость от какого-то внешнего состояния, которое называется излоадин. То есть, если у меня при одном состоянии, допустим, сейчас идет загрузка, и я передам туда строку, по которой мне необходимо что-то загрузить, URL какой-то, то если сейчас произойдет загрузка, то у меня вернется пустая строка. Если загрузки нет, то вернется содержимое файла. Ну и это как-то не очень интересно, то есть, в зависимости от того, какое будет внешнее, какое-то непонятное состояние, у меня будет все время разный, разный результат этой функции. Почему это плохо? Об этом чуть-чуть позже. Сейчас, в общем, о сайд-эффектах, что это такое, в принципе. На самом деле, сайд-эффекты возникают, когда мы взаимодействуем нашей программой с внешним миром, потому что в чистой математике никаких внешних состояний, никаких внешних клавиатур и пользователей нет. Есть просто набор функций, и они выполняются. И это круто. Но, к сожалению, в реальном мире нас зажидает огромное количество состояний. Прежде всего, это UI. Мы же фронтенщики. Нам нужно взаимодействовать с нашим бэкэндом. Нам нужно взаимодействовать с файловой системой. Нам нужно взаимодействовать с чем угодно. И у нас состояний просто гигантское количество. В связи с тем, что в объектно-ориентированных языках в принципе, ютабельность изменения это абсолютная норма. Создание переменных это вот круто и правильно. У этого есть, несомненно, свои аргументы, почему это так, и никто не говорит, что на самом деле это плохо. Но для функционального языка это неприемлемо. Оператор равно – это самое худшее, что с вами может случиться в функциональном программировании. Memory management – опять очередной стейт, опять очередная проблема, с которой нам нужно бороться. И у чистых функциональных языков, если вы обратите внимание, у них работа с памятью организована абсолютно по-другому. И они очень часто очень медленные. В то же время, как наши языки очень быстрые, но этому есть своя цена. И, как я уже говорил, переменные – это максимально неприемлемая вещь функционально программирования. Почему? Потому что это очередной стейт. И вот на самом деле после этого, как мы посмотрели на способности чистых функций, что они себя представляют, это все, как я уже говорил, чисто математические абстракции. Но они имеют очень четкие и понятные последствия вполне при приложении. Прежде всего, потому что сама функция не привязана к тому окружению, в котором она выполняется. То есть на самом деле вы можете сделать один и тот же функционал, который будет работать на разных UI, на разных дата стораджах, на всем на этом и вынести это в отдельный модуль. Соответственно, чистые функции увеличивают модулярность и составляемость программы. Модульные программы, я думаю, вы все знаете, насколько это круто, потому что это просто конструктор лего. Мы берем и работаем. И не нужно каждый раз переписывать одно и то же. Соответственно, это является следствием следующих пунктов. Является следствием того, что чистые функции результат, который мы вне... Их результат зависит только от их аргументов и вот того самого ссылочной прозрачности. То есть абсолютно неважно, в каком порядке эти функции выполняются, если, естественно, они не зависят от одного набора данных. То есть одна из них не возвращает набор данных, который нужен для следующей. Чем это круто? Прежде всего, то, что если мы будем что-то рефакторить и где-то куда-то поменяем, то нам не нужно будет страдать. И это, прежде всего, очень круто, когда мы пишем юнит-тесты, ну и, естественно, дебаты. Не важно даже на самом деле какие тесты. Это очень увеличивает тестируемость программы, потому что ее поведение заранее определено. Но, как вы знаете, Swift является не чисто функциональным языком, в нем не порицается ни один из тех принципов, что я только что перечислил. То есть мьютабилити на здоровье, это только хорошо, внешний эстейт и вот UI это наш самый лучший друг. Поэтому, на самом-то деле, чистые функции в Swift не то, что не поддерживаются, они не то, что даже неприемлемы, они приносят вам очень много боли, потому что поместить их в реальную среду очень и очень сложно. Как я говорил, рекурсия это абсолютно не зависит от языка, с которым мы работаем. Это чисто на теоретический аппарат, который есть везде, поэтому, естественно же, он есть и в Swift. А вот о системе типов Swift можно сказать пару слов. Так как я не особо крутой специалист в компьютерах и плохо знаю, как работают эти системы типов, знаю только то, что очень круто то, что система типов Swift то, что называется inferred, то есть она позволяет выводить типы за вас. То есть вам не нужно писать, когда вы объявляете переменные, когда вы используете функции, вам не нужно писать 10 тысяч раз тип, значение, который принимает эта функция, вам не нужно писать даже аргументы этой функции. И это вы тоже дальше увидите. Строгая типизация тоже очень круто, потому что она позволяет избавиться от ошибок на базовом уровне типа во время компиляции, даже перед компиляцией. Анализатор вам сразу может все подсказать. Но на самом деле, с одной стороны, это не является крутым бенефитом, потому что у разной области задач строгая типизация может вызывать ботьер. И поэтому, допустим, тот же Objective-C во многих местах в iOS-разработке намного динамичнее, благодаря тому, что это динамичная типизация. Вы можете делать с ним все, что угодно. Спасибо за то, что он компилится в C. И главным минусом Swift-Tun на данный момент для нас, как для каждого разработчика, помимо огромного количества боли, которые у нас присутствуют, это очень... О, ошибочка. Это очень слабая поддержка дженериков. То есть там не Pure должно быть, а Pure. Во многом, как вы уже, наверное, многие из вас сталкивались... Я уже нажал. Ну, не важно. Многие из вас сталкивались с тем, что протоколы с ASSH-AID-тайпами имеют очень много проблем, в частности, потому что они не являются полиморфными. Ну, не могу сказать, что система типов Swift-а очень крутая для того, чтобы работать в функциональном чистотипе, но она очень, в принципе, неплоха. Поэтому галочка стоит, но она немного красная. Но, с другой стороны, в нашей-то реальной жизни мы имеем у себя вот это все огромное количество стейтов, взаимодействия с юзером, непонятный UI, и все очень сложно, поделены на какие-то блоки, все зависит от того, что делает юзер. То есть стейты, стейты, мьютабельность, все, что мы вот это только что перечислили, что плохо, оно вот у нас есть. Стоит ли с этим бороться? И стоит ли замыслиться над тем, чтобы применять у себя вообще как-нибудь функциональный подход? Ну вот, собственно, мой доклад не зря немного переименован и в конце задержал себе вопрос для того, чтобы каждый из вас под конец ответил сам для себя. Прежде всего, вот эти все математические концепты позволяют нам соблюдать принцип dry. Опять я буковку перепутил. Ну, видите, я в английский тоже не умею. И принцип dry очень крут для нас как разработчиков. Зачем мы постоянно повторять то, что мы для себя уже написали? Мы можем переиспользовать то, что у нас уже есть. Выведение типов. Невероятно крутая штука, которая позволяет нам делать код намного короче, намного лаконичнее. Не всегда, конечно, понятнее, но зато очень здорово. Неизменяемые типы. Это то, что сейчас очень модно в архитектурных кругах. Тот же всякие редаксы, флакса и прочие штуки использовали там у себя. И я думаю, если вы ходили на доклады по этим темам или, по крайней мере, читали о них, то вы прекрасно знаете, что это такое. Опять-таки, модульность программы то же самое. Это то, что очень круто. Потому что опять-таки конструктор LEGO это здорово, забавно и не нужно писать постоянно одно и то же. Но Swift не был бы Swift, если бы у него не было парочки неприятных вещей. О, тут я смог. Функциональный подход, инструментарий самого Swift не очень подходит к тому, чтобы использовать Swift чисто функциональным языком. Это мультипарадигменный язык, как они его у себя называют. Невероятно модный, стильный, молодежный, для того, чтобы любой парень с 15 лет до бабушки до 80-ти могли выпускать свои приложения в App Store. и поскольку он использует в себе еще на свете Next Step, то есть Objective Seash и даже еще более древние фреймворки, то на самом деле все API больше из них. Часть, которая не является нашим фаундейшеном, UIKit в том числе наш любимый, это наш UI фреймворк ванной, они написаны еще на древних технологиях и абсолютно не знают, что такое функциональный подход. На картиночке я уже показывал, какое у нас огромное количество стейтов, ну и самая наша любимая проблема с незапамятных времен это Memory Management. Есть еще пара мелких на самом деле вещей, которые можно было бы упомянуть, но это самое главное и то, от чего меня горит. То есть, как вы видите, Swift не предоставляет изначально из коробочки какое-то решение, которое позволило нам избавиться от сайд-эффектов, которые портят нам всю жизнь. Но есть одна подсказочка и вот здесь начинается Optional. Собственно, Optional наш любимый тип. Я думаю, похожий тип есть у всех. Его определение выглядит примерно вот так. То есть, это какой-то такой интересный контейнер, который что умеет. Вот есть у меня, допустим, какой-то, видно, кружочек и буквы. Есть у меня, допустим, какое-то интовое значение. И в результате вычислений может случиться такое, что это интовое значение может не вернуться. Ну вот, ее просто нет. Допустим, в массиве нет элементов от таким номером. Это же является эта ошибка? Нет, это не ошибка. Просто в массиве нет элементов с таким номером. И вот, чтобы нас от этого безопасить, Apple придумала, а давайте, если мы, ну это не Apple придумала, это придумали еще в 1936 году, если не раньше, если у нас значение есть, то мы вот его на всякий пожарный поместим в контейнер и спросим такой, а ты есть? Поставим вопросительный знак. Спасибо Сахару. И вот это тот самый случай, когда у нас кейс сам, то есть есть какое-то определенное значение в контейнере. Когда же у нас никакого значения нет, то буддисты ликуют и радуются, что у нас ничего нет. То у нас ничего нет. Как мы работаем с optional в принципе? Самый распространенный подход это так называемый optional binded. Как работает он в App Lab? Вот простая задачка. Допустим, нам нужно сгенерить QR-код для заданной строки и показать его определенного размера на экране. Вот у нас есть такая замечательная функция, которая берет у нас как аргумент строку, берет нужный нам размер и возвращает нам картинку, если мы смогли. Очень замечательно то, что инициализация CI-фильтра у нас возвращает опциональное значение, поэтому мы все заворачиваем в guard. Если у нас дальше что-то есть, то мы сетим наши данные. Опа, а потом у нас может быть еще и картиночки не быть. А если картиночка есть, то мы ее потом до нужного масштаба отредактируем и, соответственно, возвращаем полученное из UI имиджа. И вот здесь, соответственно, присутствуют два optional binding. Это вот наши замечательные guard стейты. Ой, вообще не видно нам. Ну, в общем, под первым гардом немного потемнело сейчас. И под вторым гардом сейчас тоже потемнее. Это то, что в философии Apple называется optional binding. На картиночке более понятно для всех людей, то есть в анимашечке, выглядит примерно вот так. Вот есть у нас коробочка, в которой непонятно, есть или нету фильтра. Если фильтра нет, то все замечательно, мы просто дальше не работаем. Если фильтр есть, ну окей, давайте что-то с ним дальше сделаем. Итак, фильтр у нас есть, замечательно. Что мы делаем с ним? Мы с этим ему значение какое-то определенное. Ну а что произошло? Потеребонькал? Отлично. Эта функция нечистая. Она меняет тот тип, который у вас уже есть. То есть у нас уже есть какое-то нечистое значение. И это не как абсолютно нормально. То есть никто из вас не удивился на этом моменте. Дальше вот это измененное значение, мы у него берем, а если у тебя output image? И опять это будет optional. И что? Если у нас ничего нету, то здорово. А если у нас все-таки есть какое-то значение, то мы вжух и выполним вот такую вот замечательную функцию. И что мы с вами видим? Очень много стрелочек и коробочек. Хорошо ли это? Ну на самом деле нет, потому что это не является бандингами, это самое обыкновенное ветвление. И зачем мне нужны ветвления, если я просто хочу использовать тот тип, который у меня есть? Мне абсолютно не важно, есть это значение или нет. Мне просто нужно как-то аккуратно с ним проработать, без у них огромных громоздких конструкций, которые будут нарушать выполнение функции и при этом еще позволять себе много лишнего. Но перед тем, как перейти к ответу на этот вопрос, давайте немного детально посмотрим на общую. Ну, соответственно, помимо того, что у него есть два этих кейсов, у него есть замечательные инициализаторы, которые нам как-то помогают. И есть вот какие-то непонятные функции. Вот там какой-то map, какой-то flat map, что такое. и вот мы сейчас посмотрим на их определение. Вот так вот оно выглядит в их сходе. Trowse, retrowse, что-то вообще непонятное. Вrap, если что, это, кто не знаком со свифтом, это значение, как это называется у нас, generic тип для контейнера. но мы смотрим на map, ну окей, и что map, пойду почитаю документацию. Читаем документацию, смотрим, непонятные буквы, то же самое, что мы уже видели, что-то говорит evaluate the giving closure when this optional instance is not new, passing the unwrapped value as a parameter. Отлично, давайте почитаем flat map, ну то же самое, что-то какие-то throws, retros, какие-то непонятные штуки, читаем дальше, смотрим, evaluate the giving closure when this optional instance is not new, passing the unwrapped value as a parameter. А, собственно, это все значит, и почему абсолютно одинаковое определение этих двух функций. Ну, собственно говоря, давайте попробуем что-то сделать. У нас есть та же самая наша замечательная функция, но сейчас мы попробуем избавиться от гадов. Вот эти две строчки нам уже знакомы. Оба, что-то поменялось. делаем flat map. Делаем то, что мы уже видели, с этим значение в наш фильтр. И, соответственно, картиночка у нас должна вернуться в результате. и вот раз, два, три ретерна. Я насчитал раз, два, три вот этих сахарных клажура для... А, у меня же такая штука есть. Так как она работает, ладно, не знаю. Вжух, ничего не поменялось. Ладно. Кложуры для... Сахар для клажура этот, и вот доллар ноль. Здорово, замечательно. Что-то у меня очень много скобочек стало, еще больше строк стало, непонятно, что происходит, стало. Может, сделаем как-то немного попроще, по крайней мере, попробуем содержимое клажура flatmap и map вынести в отдельные функции. Ну, давайте попробуем. Вот у нас функция раз, вот у нас функция два, и наша функция generate немного преизменилась. Вжух и вжух. Здорово, замечательно, да? И вот смотрите, какая интересная штука. Наверное, опять ничего не видно, да? Очень здорово. Функция image, первая самая, возвращает значение UI image без знака вопроса. И как мы видим, мы ее используем в клажуре map. Не знаю, видите ли вы, но я у себя вижу. А вот функция code image и соответственно ну вы что-то там меняете? На боковых видно, здорово, замечательно. функция, о, вот появилась, функция flatmap использует функцию code image, которая возвращает вся имидж с знаком вопроса. Вот это вот что-то интересное, почему мы не можем, ну как, мы все можем, мы же программисты, поместить, в общем, почему это сделано именно так? Ну, для этого я решил еще немного коробочек и квадратиков порисовать. вот, допустим, есть у нас функция code image, она возвращает какой-то результат и при помощи функции map мы результат функции code map передаем функцию image. Очень сложно звучит. И при этом это же еще не все, функция map заворачивает наш, наш результат выполнения функции в еще один такой же синий опциональный квадратик. и при этом, как вы видели, я нигде не использую, не хатлю тот случай, когда значения нет, потому что map это все делает за меня. То же самое с flat map, но не совсем то же самое. Вот наш, проинициализировали мы CI-фильтр и при помощи flat map мы сразу передали это значение в функцию code image. И как вы помните, функция code image у нас возвращает опциональное значение. И здесь нет того самого случая, когда я изначально делаю пустую коробочку, а потом помещаю ее в цветную коробочку. То есть функция flat map делает это за вас. И она уже одну коробочку превращает в другую. И опять-таки там я нигде не использовал и не хэндлил тот случай, когда у меня отсутствует значение nil. То есть нигде нет никаких ветвлений. И соответственно после этого, как вы заметили, что мы нигде не хэндлилим отсутствие nil. И у нас есть две вот такие прикольные функции, которые позволили нам увеличить модульность нашей программы, создав две функции, одна из которых не является чистой. Это функция image. И поместили мы ее дальше в функцию, которая является абсолютно чистой. И вот optional опять-таки это непростой контейнер. Это контейнер, который сохраняет в себе определенный контекст вычисления. И самое главное, что функции, которые работают с optional, они не заставляют вас думать о нулах, потому что и не нужно как-то их отдельно хэндлить, потому что просто не нужно делать на самом-то деле. Это в этом-то и суть этой коробочки. И самое главное, что очень круто вот эти самые функции позволяют нам выполнять функции в пайплане. То есть я думаю, вы часто видели такой way-ray, там map, flat map, еще один flat map, фильтр, сорт и вот такое вот количество столбиков у вас подряд идет и все очень здорово, замечательно и красиво выглядит. И на самом деле опциональный биндинг, он не привязывает значение в контейнере в переменную. Он берет функцию и применяет ее к тому значению, которое в контейнере находится. И соответственно, я думаю, больше всего у вас вызвал вопрос, что такое опциональный контекст. Такого понятия в слифте в принципе нет, это я так решил сделать отдельный слайд. То есть в чем смысл опционального контекста? В том, что отсутствие значения как такового это абсолютно нормально. То есть то, что у вас в результате вычисления значение может не быть, то есть значение, это нормально. Опять-таки, если вы лукапите через какую-то коллекцию и там нет нужного вам элемента, то в этом нет ничего страшного, потому что его там просто нет. и вам абсолютно не важно, почему его там нет. И опять-таки, очень часто я встречал такие штуки, когда люди в гардах или в ифах смотрят иф, лет, какой-то optional он врапят и потом такие fatal error такие сровят вэлз, клаузи. Так вот, optional абсолютно не предназначен для error handling. Это не его работа. Его работа именно быть уверенным, что у меня в коробочке что-то нет или что-то есть. И вот такие страшные контейнеры, пам-пам-пам, вы же все знали, что это слово будет, это же доклады функционального программирования. Общим он на самом деле является монадой. И вот естественно какой-то доклады функционального программирования без монад. Хайповая тема. И монада в реалиях свихта. Это на самом деле дизайн паттерн. В чистых функциональных языках, так тут хоть не пур, это тип данных такой у них. Они молодцы. Этот паттерн невероятно абстрактный и очень общий. То есть туда можно все, что угодно засунуть практически. Любой стейт, все, что хотите туда можно поместить. Не все, что вам хочется, будет являться монадой, потому что для того, чтобы эта коробочка была монада, все-таки она должна соответствовать определенным математическим соотношениям. Ну, если что, те монады, которые свихте, они это умеют. И вот, как я уже говорил, из-за невероятно большой сложности, из-за невероятно большой абстрактности этого термина, очень сложно объяснять, что такое монада в принципе. Как вы видели, это просто такой очень крутой контейнер. Зачем этот контейнер нужен? Прежде всего, потому что он внутри себя энкапсулирует какой-то тип данных. Вам абсолютно не важно, что там находится. Вам главное умеет с этим контейнером работать. Он, как я уже упоминал со свифтом, с общиналом, сохраняет определенный контекст вычисления. То есть в случае общинал, это тот самый контекст, что у вас какого-то значения просто нет. Так случилось. Пацан к успеху шел. И монада это та штука, которая умеет делать из одной коробочки другую или соединять их вместе. И вот это именно называется биндингом. И вот вы спросите типа, окей, а зачем-то нужны монады. А монады нужны именно для того, чтобы выполнять нечистые вычисления в последовательном виде, используя чистый композиционный механизм. Звучит очень сложно, но сейчас мы с вами посмотрим. Как вы уже видели, для того, чтобы монада общного заработала, мы разбили нашу ту функцию очень небольших десяти строчек на три. То есть нам нужно очень много функций, чем больше функций, тем лучше. Я здесь использовал свое любимое слово в английском языке, которое я вижу в текстах по программированию, это robust. Я не знаю, что оно значит, но оно мне нравится. API этого, функциональный API будет очень удобным, очень насыщенным и очень простым на самом-то деле. И самое главное, что оно невероятно дженерик. То есть вы можете этот подход применять к огромному количеству типов и случаев из жизни. Но с функциями на свифте все легко, их-то несложно это сделать. А вот есть ли у свифта какой-нибудь API для монад? Такое, чтобы оно было чистым, понятным, составным, то есть точно так же, как map, flat map, они подряд выполняются и они, соответственно, образуют единую цепочку вычислений. Такие, чтобы их было, естественно, удобно читать, зачем нам какое-то огромное нагромождение скобочек и непонятных штук, если это неудобно и заставляет нас писать много символов. Оно, естественно, должно быть дженериком, потому что мы хотим поддерживать огромное количество задач. И вот тут сюрприз, у свифта такого нет. соответственно, мы должны сделать что-то сами. Это прежде всего весело, забавно, ну, как должны, это неправильное слово. Давайте попробуем что-то сами сделать. И, соответственно, вот здесь мы переходим к последней части доклада, здесь будет много кода, ну, как много, он будет. и его вот вычитывать прямо сейчас вам не нужно. Презентация будет, как уже сказала Женя, сядете, вычитайте, там есть также ссылочка на репу, посмотрите, если вам интересно будет. Главное, как говорил Саша Корень, слушайте историю. Собственно, если кто не знает, кто такой Саша Корень, это очень крутой киевский деф, который работает в Эдапе. Вот, у него очень странная манера общения, но он доносит много интересных вещей. Соответственно, как я уже говорил, протоколы с ассошейтед тайпами, они не являются полиморфными. То есть, если мы хотим организовать всю нашу структуру на спортаколах и сделать так, чтобы каждый из наших объектов, в котором мы хотим были монады, поддерживал единый интерфейс, потому что ура, ура, внезапно array и optional не являются ничем общего у них, ничего общего у них нет, то, к сожалению, у вас ничего не получится. Либо получится, но вы будете кастить, как проклятые. Кастить, как вы знаете, это нехорошо. Зачем тогда нам строгая типизация? Вот эти всякие ваши чистые функциональные языки пришли к выводу, что вот как бы мы с функцией, мы же используем функции, а вот плюс, когда мы суммируем, мы используем крестик плюс, да, когда умножаем, звездочку ставим или что там не было. Это вот то, что называется операторами. И они для себя, для того, чтобы сократить описание букв и функции, придумали, это давайте мы тоже будем делать операторами. Поэтому я думаю, что давайте мы с вами тоже сделаем оператора. Чтобы эта вся штука работала, нужно использовать корирование и частичное выполнение. Это вот те самые штуки, с которыми работал тот самый дядечка, о котором я говорил вначале. И, ага, ладно. И, соответственно, функциональная композиция это то, что нам здесь очень здорово и сильно поможет. Соответственно, я для себя придумал три оператора. Ну, как придумал? Я взял Haskell и забрал из него то же самое, что есть. Оператор Apply. Не смотрите на вот эту первую штуку, я ее даже сейчас сделаю светлее, чтобы вам не видно было. Главное, это вот это. Обратите внимание на сигнатуру этой функции, то есть функция Transform принимает, видите, такое почему-то опциональную функцию и возвращает опциональное значение. Оператор биндинга, который принимает опциональную функцию, которая возвращает опциональное значение. Вы тоже думаете, боже, зачем столько много знаков вопросов. Но об этом немного попроще, потому что, как вы обратили внимание, функции, которые принимают наши операторы, они однопараметрические, а функции, которые мы с вами написали раньше, у них несколько аргументов. И вот как нам сделать так, чтобы нам не пришлось переписывать 200 тысяч функций, которые уже у нас есть. Для этого используются такая штука как корирование. Корирование, я думаю, многие из вас об этом слышали, может кто даже на лабах делал. Это такой механизм превращения вычисления функции многих аргументов в последовательность вычислений функции одного аргумента. ну доброе, давайте посмотрим, как это работает. Наша функция имидж, она у нас есть. Здорово. Как мы ее вызываем? Вот в таком виде. Что нас интересует прежде всего в этой функции? Естественно же, ее тип. И вот мы сейчас начнем убирать из нее всякое ненужное, как говорили у нас преподаватели на кафедре обсасывать ее будем. Соответственно, вот это то, что у нас остается. Уберем еще все ненужное. И в итоге у нас останется только вот это вот. И функция такая имеет в себе, если мы представим как это дженерик функция, вот такую сигнатуру. А корирование из вот такой функции делает вот такую функцию. То есть функция, которая возвращает другую функцию, это вот те самые функции высшего порядка и так далее. И как видите, все они принимают один аргумент. Выглядит корирование и реализация его для функции двух аргументов таким способом. Пожалуйста, обратите внимание, что принимает скользающее замыкание. То есть memory management добрый день. И как эта функция применяется, если мы будем ее корировать? Вот так мы ее применяем не корированную, а вот так мы ее принимаем корированную. Итак, смотрите, в жук у нас ушло огромное количество клевых штук, такие как имена аргументов. Правда, это здорово. Но уже это же еще не все. Как видите, мы подряд передаем аргументы. Что, если мы передадим только один аргумент? Что будет за значение у этой функции? и поскольку я люблю фильмы с клином и стволом, то я думаю, вы могли бы подумать, что же за тип у этой функции. Ну, несложно догадаться, что это будет другая функция. То есть очень здорово то, что мы можем вернуть функцию, частично ее применить. Ох, я забежал наперед. Частично ее применить. В случае, если наша функция является коррированной, и мы передаем туда меньше аргументов, чем функции нужно, это называется частичное применение. На самом деле все намного сложнее, но для нас этого хватит. И наши операторы и наши map и flatmap, они уже возвращают optional, да? И вот поэтому, когда мы используем наш оператор на функции, вот видите, у этой функции уже отсутствуют вообще даже какие-либо аргументы именно коррированные. Это то, что мы получаем благодаря воведению типа font-g inference type. И вот такое выполнение функции вернет опциональную функцию. То есть у нас будет завернуто в коробочку наше значение. Именно поэтому именно поэтому наши операторы принимают в себя опциональные функции, потому что в серии вот таких вычислений у нас будет что постоянно после каждого оператора у нас будет опциональная функция. То есть мы будем все-таки работать с опциональными функциями. коррирование само по себе принимает ускользающее замыкание. Ускользающее замыкание это значит что? Что оно захватывает себе функцию и все аргументы, которые оно принимает. А нам это абсолютно не захватывает не в том числе как террориста, а в том, что он на памяти захватывает и держит его до тех пор, пока ваш объект не диалогейтнется. Это скорее всего на всю жизнь, если ваши функции не будут статическими и не будут использованы на структурах. В итоге, используя такую штуку, наш код превращается вот в такую последовательность букв. И как видите, нигде не передается имена аргументов, код стал короче, непонятнее, но он очень простой для понимания. И сразу видна цепочка вычислений. То есть то, что вы... А, да, самое же важное забыла упомянуть. То, что операторы это эти, не простые, а они инфиксные. Значит, инфиксные, то, что у нас есть один аргумент, второй аргумент, I got enable, I got a pen, jух, I got a pen, I got a pen. Этот оператор используется между аргументов своих, которые он применяет. Точно так же, как мы у себя по дефолту используем плюсы на математике. И этих нотаций очень много, H3, и вот это самое удобное для нас в случае с этим оператором. Зачем он нам еще один такой нужен, если у нас есть уже два оператора apply и byte? А вот зачем. То, что мы можем использовать уже имеющийся функционал. Допустим, вот классическая задача, я думаю, многие, кто сталкивался, вам нужно либо сложить, либо конкотенировать, либо еще как-то два стандартных типа, для которых уже реализованный функционал. Как это делают на Stack Overflow? На Stack Overflow вам говорят, парень, ты крутой, сделай экстеншн. А экстеншн это путь в никуда, потому что они делают ваш код непонятным, у вас находится все в разных частях файла, вам непонятны не файлы, даже файлы, ваших проектов, у вас разные непонятные констрейнты, где-то написаны, какие-то условия, что-то, что оно делает, непонятно. А вот можно сделать все намного проще. И вот в случае, когда вам нужно умножить или сложить два интеджера, вот вы делаете это вот так, но вы подумаете типа, что тут такого сложного-то? Представьте, что это будут даблы, или представьте, что это будет еще что-нибудь. Да, вы, конечно же, можете сделать один экстеншн, который будет работать на ньюмерик, это общий интерфейс для всех штук, которые можно перечислять и как-то применять к ним операции, суммирование и тому подобное. Но зачем, если вы можете сделать такой простой оператор и то же самое это будет работать с абсолютно всем, что у вас уже есть. Соответственно, я это все дело оформил в EDSL и оформил его как репозиторий. Вот там вот можете посмотреть, что и как это и зачем. И самое главное-то, ну вот, монады-то еще все в те есть. естественно есть. Это прежде всего array и в чистом свихте это все. Он предохраняет такой аспект, нон-детерминизм. Что такое нон-детерминизм? Допустим, у вас в ходе вычислений есть array с двумя элементами или array с тремя элементами. Вы делаете какие-то вычисления на выходе array с 17 элементами. Вот это и называется нон-детерминизм. То есть вы не знаете, с какое количество элементов у вас будет на выходе. Это очень-очень-очень поверхностно. Естественно, это все немного сложнее. Для error handling есть очень крутая штука, такая-либо как result. Она на самом деле включена во все так называемые реактивные функциональные фреймворки типа irax и прочее с ними. Оно же есть в Alamofire. Это штука, которая предназначена для error handling. И если вы заходите попробовать сделать функциональный error handling, они все вот эти throw и прочие штуки, которые на самом деле от лукавого, вот можете сделать при помощи этой штуки. И, как я уже говорил, реактивный, функциональный реактивный подход, он нельзя называется функциональным, то, что он все это дело использует. Но, как вы уже увидели, окей, здорово, мы соблюдаем принцип dry. Это же здорово, несомненно. Но, как вы видели, если бы мне захотелось использовать array, вот все эти операторы, которые я написал, применять их к array, мне нужно было все это еще раз написать. Потому что они не являются ни array, ни optional, не поддерживают один общий монадический интерфейс. И, возможно, если вы когда-нибудь этой темой увлекались, вы слышали такие штуки, как функторы, аппликативные функторы. Это все более общие интерфейсы для создания вот этих самых монадических конструкций. И, как я уже сказал, для каждой монады придется это все дело повторять. И в чем тогда спрашивается смысл, зачем это все нужно было, если нам нужно... Мы забрали принцип dry для того, чтобы еще раз его нарушить. Но на самом-то деле все, что мы здесь узнали, это то, что функциональное программирование позволяет нам использовать более мощные техники языка, использовать выведение типов, использовать кастомные операторы. Конечно, вы можете сказать, что перезагрузка операторов, тем более стандартных, это очень плохо, потому что мало кто с этим работает, и это не всегда безопасно, особенно если вы перезагружаете стандартные операторы. Но прежде всего это инструмент, которым вы учитесь пользоваться. Не все же сразу научились говорить по-английски, не все даже сразу на родном языке научились говорить. То же самое с любым инструментом. Не все сразу научились программировать. Это штука, которую нужно учить и уметь ее использовать. Как я уже сказал и показал, функциональный подход и вообще весь этот монадическая штука поощряет. 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 Я думаю, вы заподозрили, что я откуда-то эту презентацию взял. На заказ. Как я сама я работаю. Поощряет модулярность и композиционность вашего кода. То есть, как вы видели, функция вот эта самая generate image, она состоит из многих маленьких блоков, которые между собой связаны вот этими самыми операторами. И опять-таки, вы начинаете более тщательно и аккуратно думать о типах и изменяемых типах. Скажу честно, когда я начинал это все для себя применять, в частности, карирование, у меня ушло для того, чтобы научиться применять элементарную функцию. Вот этот кусок, куда что я выдал, это я взял у товарища с код-ревью и немного переделал его. Ну, вот это я молодец. А, я сначала все сделал, тогда все хорошо. И у меня ушло, ну, где-то, наверное, недели две для того, чтобы научиться сам писать его как flow, этот код. То есть, не задумываться о том, что, а, боже, какой тип меня вернет эта функция, карирование, если я передам этот аргумент, что у меня получится. Поэтому очень здорово и очень хорошо заставляет думать, прежде всего. Ну, и добавок ко всему, это очень, ну, весело, на самом деле, когда вы попробуете делать какую-то непонятную лабуду, которая у вас не получается, и вы пытаетесь, такие, типа, нет, я тебя сделаю, вот ты у меня получишься. Ну, это же интересно, это же здорово. На самом деле, все, что я вам сейчас рассказал, находится в нескольких доступных для нас всех книжек. Многие из вас знают о такой книжке, как Functional Swift. Вот, когда вы скачаете Сердцы, вот там будет ссылочка на нее, где можно взять. Не поленитесь, если у вас есть команда, и купите на команду эту книжку. Очень рекомендую, очень здорово. Там описано практически все, что вам нужно знать для того, чтобы применять базовые принципы. Не сами какие-то крутые функциональные штуки, а как писать код, который будет более модульный, более композитный. Если вы хотите уже немного упороться, тоже книжку, которую все знают. Это базовая книжка, по-моему, вообще, которая, неважно на каком языке вы пишете и чем занимаетесь, знаете вы математику или нет. Nernia, Haskell for a Greater Good. Это невероятно крутая штука, она бесплатная, в виде сайта доступна. Если вы хотите учить Haskell, вы можете ее сами скачать и скомпилировать, если вам это хочется. Но это книжка, которая учит базовым принципам функциональщины. Ну, естественно, показывает некоторые методы. Вот те аналогии с коробочками, которые я вам показал, на самом деле, я благородно взял отсюда. у Haskell есть очень клевая Вики. Она сложная, сразу предупреждаю, потому что она использует... она изначально использует сложную терминологию, то есть она вас не постепенно вводит. Поэтому я ее сюда ввел в конец. Ну, и для тех из вас, кто очень любит издеваться над собой много времени, есть две невероятно крутые книги. Одну из них я сейчас читаю, а вторую не знаю, когда начну. Ну, читали — это неправильное слово. Первая из них — это книжечка The Fun of Programming. Ну, не совсем книжечка. Такой фундаментальный труд, посвященный базовым программистским задачам, которые даже многом софта не касаются, потому что для программирования как такового изначально, ну, когда это все изобрели и начали применять, не было никакого софтвера, не было никаких юзер-интерфейсов, нужно было вычислять, с какой данностью вероятностью ракеты попадут в других людей. И есть книга, которая является на самом деле базовым инструментом, не инструментом, это базовый курс MIT по Computer Science, Structure and Interpretation of Computer Programs. Вот эту книжку я сейчас пытаюсь изучать. Что? На 52-й. Она на самом деле достаточно сложная и мне, как человеку, который не имеет никакого образования компьютерного и профильного, много вещей непонятные и заставляет читать много Википедии в том числе. Она затрагивает вопросы изначально, как работает компьютер, как он хранит данные и как он интерпретирует программы, как мы пишем компиляторы, зачем все это нужно, почему программы важны и нужны, и почему мы их все пишем неправильно. Ну, это неправда, на самом деле мы много из этого делаем правильно. Но это я могу сказать только в результате 52-й столицы. На самом деле, собственно говоря, это все. Если вы хотите со мной связаться, ух ты, появилось, в прошлый раз не работало, вот мои контакты здесь есть дополнительно к этому всему. Вот, собственно, все. Если что, я готов слушать вопросы. Спасибо. 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 .